Девушки отдыхают Дорогие друзья, с вами я, Дмитрий Нагин, и моя программа «Всюду со мной». Сегодня мы с вами побываем на Сицилии, где мой коллега встретится с массой интересных людей. Я слышу, что Палермо уже на связи. Алло, Палермо, Палермо, как слышите, это я. База, прием. А, База, База, это я Палермо, как будто, нормально? Я начинаю, да? А, работает. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот я стою здесь, в Сицилии. Я в Сицилии. Простое обыкновенное изотилистское утро. Что такое Сицилии в нашем храме представлений? Это приведет его. Мафия, это просто гастеры, проразиты. И все с этим всем связано, понимаете? Об этом, наверное, мой сегодняшний репутат. Не ваш, а мой, коллега. Рассказ сегодня. Понял. Итак, дорогие друзья, мафиози. О том, кто они, что едят, с кем разговаривают, об этом моя сегодняшняя программа на примере всего лишь одной мафиозной семьи. Я, Дмитрий Наги, оставайтесь со мной. Дмитрий Наги, оставайтесь со мной. А, да-да. Алло, Палерма, это я, База. Да, это я, База. Палерма, ваш репортаж. База, 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 я Палерма, я Палерма. База, как слышно, прием. Ага, понял. Работаем, да? По сей день расстается в своей профессии заслуженный киллер Сицилии, Дом Паштета. Сейчас мы видим его в момент, когда он идет на свое очередное задание. Скажите, Дом Паштета, здравствуйте, Дом Паштета. Скажите, а что или кто толкает вас на совершение этого каждодневного трудового подвига? Ага, кто толкает? Я толкает, жена толкает. Ха-ха-ха, это была сутка. Я пошел... Жертвы мои, жертвы мои, очень злые, нехорошие люди, мои жертвы. А кто решает, что они нехорошие? Кто решает? Я решаю, кто решает. Я решаю. А не было ли ошибок? Были ошибки, но по молодости, а сейчас глаз уже наметан стал. Видишь, подожди, не мешай. Пожалуйста, пожалуйста. Притвори, пожалуйста. А я подтворю, пожалуйста. Мы не будем мешать, мы подождем. Как-то все. Итак, первые слова после выполнения задания. Скажите, Дом Паштета, а как в вашем возрасте вы справляетесь с такой, в общем, нелегкой работой, а? Что? В каком возрасте, сынок? А что? Я ж и тебя могу еще вот этими ручками. Иди, Илькер. Я прошу прощения, дорогие друзья, за нерасторопность моих коллег. 19 секунд задержки. Палерма, это я, База. Палерма, 19 секунд задержки. Наш репортаж, что я? База, 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 База. А, это я, ага, Палерма. Здравствуйте, дорогие друзья. Снова я, Сергей Троф, и наша сицилийская семья Макароны. Младший сын семьи Бабетто избрал за себя почетную профессию автоугонщика. Кто из нас не увлекался в детство машинами, гонками, самогонками? Но посмотрим, как это делает настоящий мастер. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Работаем. Здравствуйте, программа «Варкок да около», вы обещали нам дать интервью. Значит, скажите, Бебета, спасибо большое, а сходи мне за сделок, как раз, а почему выбрали такую странную, в общем, рисковую профессию, и каждому идти на полутро, и по какие-то способности. Камера где? Камера там. Всю жизнь мечтал передать привет бабушке, бабуля. А-а-а-а. Почему я выбрал эту профессию? Потому что она у меня, знаете, в крови просто, в печенках и в перстнях, которые бабка отняла сегодня с утра. Вот я не могу пройти мимо моей красивой машины, как вы не можете пройти мимо красивой девушки. Вот ты вот можешь пройти мимо красивой девушки, а? Я, знаете, я могу. Вот как ты можешь пройти мимо красивой девушки, так я не могу пройти мимо красивой машины. Здесь важно мастерство, здесь важны золотые руки. Ну и главное еще договориться с хозяином, конечно. А-а-а. Вот он идет, отойди, дорогой. Понял, понял, понял. А, Бабуля, дорогой, господи. Медвета, что ты тут делаешь? Мама миа, люди, посмотрите на этого человека. Я дал ему 200 тысяч лир, чтобы 12 часов рабошина была углана отсюда. Я вызову полицию, сейчас будет дискомфетент, эти пищашки. Они сейчас поругают меня. У меня спятый. Здесь нет, здесь нет, это мальчик совсем. У тебя же так разговаривает? У тебя вообще нет. Так вот, пускай кто-то угоняет. Я сижу, я бросаю жену, детей, чтобы помочь этому подонку. А все, я ухожу. До свидания. А, нет, в силе. Узнать, что ты спать. Я просил, ты кто? Ты же слухай. Пускай этот серб, он истекал на несчастных угонщика инвалидных колясок. Гоняйте себе, а я ему, хорошо, последний раз. Пачка, серенет, любимый, где? Там. Молодец, где? Карта! Все, нет, массажист. Сейчас будет, будет. Пускай догоняет. Я бросаю жену, я прохарен. Секунду, человек. У меня пора для папы. Лично я больше вообще не буду угонять твои тарантасы. Все, сейчас подтолкнись, дай. Да, с удовольствием. Да, с удовольствием. Все, я тебе сказал. Ты смелый? Слушай, хорошая штука, алло, алло, да. Палермо. Палермо, это я, база. Я поменял ориентацию. Как видите, мы тоже не теряли времени. Даром. Ваш репортаж. База, база, база. Я Палермо. Как слышно? Прием. Работаем? Отлично. Добрый день, друзья. Продолжаем серию нашей репортажей. Петисленные физические дедуги. Осуждение общества. Нравственные физические перенагрузки ожидают всякого, кто вступает на тернистую тропу Жикова. Дон Жоана. Проснородие и беду его Альфонса. Именно такую стезю избрал для себя по жизни младший представитель себе Дон Панталоны Дон Альфонс и Диногиньера. Я предлагаю вам тактично, нравственно взглянуть на его индивидуальную трудовую деятельность. Сюзанна, 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 но, но. Дон Панталоны Не мешает ли вам вот такие вот врывания посреди производственного процесса психических псевдожурналистов и бездарностей? Нет, не мешает. Конечно, по молодости отвлекал любая милучая сейчас, нет, сейчас профессионализм, и когда работа стоит нет, не мешает. Тогда у меня в связи с этим более казненный, я предупредил, вопросец. Понимаете, в чем же секрет? В чем же секрет тропиканки, запеканки и ваша, собственно говоря, тайна Вашего успеха. Тайны никакой нет, а секрет здесь один. Важно вовремя уйти. Тогда у меня следующий вопрос. Ах, ты очкарик! Мама, мать, мать, моя жена, моих детей, вообще гад! Санта-Мария, данный адрес. Пока я зарабатываю на жизнь своим детям, а это здесь позволит ей сказать... Я все понимаю. Супруг, вы, наверное, все поняли. Я все равно... Под ноги, вы, ну и пост. Что вы чувствуете сейчас? Это интересно. Надо! Слушайте, красота это, а? Палерма, Палерма, мы слушаем вас. Это я, База. Палерма, это я, База. Я сно... Палерма сменила ориентацию. Палерма, 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 слышу вас плохо. Я не слышу, что вы там шепчетесь, ребята. Давайте мы приживемся немного, поработаем пободрее. Работаю на удачу. Друзья мои, мы с вами продолжаем репортаж в Сицилии. Наркотики, никотин, водка, все это неизлечимые язвы нашего современного общества. И все это запрещено законом, а потому стало неотъемлемыми атрибутами черного рынка. Молодцы Синьон Маконий выбрал опасный бизнес, но и большие деньги. Сейчас мы с вами будем наблюдать за сделки тайного подпольного синдиката. Близко походить не могу. Посмотрим, укаливаем твою тучелочку. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, дорогие друзья, снова с вами я, Сергей Трост, Палермо, Сицилия, Кольсика, бандиты. Мы продолжаем наш репортаж. Вот так оно все происходит. Принято эти сходки, эти разборки бандитские и все такое подобное. Продолжение следует... Продолжение следует... Понимаете? Это вот мы... Да я понимаю, понимаю. По нашей красивой традиции... Так, так. Мы, сынок, свидетели убираем. Вот здорово! А где свидетели-то? Интересно, я не знаю, видел. Всего доброго тебе. Снимай, снимай быстрее! Очень веселая программа. Алло, Палермо! Палермо! Это я, База, мы вызываем ответ... Палермо! Алло, а? Ну что ж, дорогие друзья, бывает и такое в нелегкой профессии нас, телевизионных звезд. Алло, Палермо! Да, мы слышим вас! База, База, слышу нормально, не вижу ничего, не, не важно. Работаем. Дорогие друзья, мы закончили наш репортаж о семье Марконни. Следующий наш репортаж из Гондураса. Так что жарко, но нам жара не страшна. Прекрасно, друзья мои, в конце программы сказать, что на этот раз все обошлось. В следующей программе мы с вами побываем в Гондурасе. Итак, я, Дмитрий Нагиев, оставайтесь со мной в моей программе всюду с Гондураса. А, всюду со мной. У вас на кухне один кран и тот не работает. Вы вызываете сантехника. Сантехник приходит. Вы даете ему наводку. Сантехник берет деньги и уходит, а краны по-прежнему не работают. Вы снова вызываете сантехника. сантехник приходит во второй раз. Вы вновь даете ему наводку. Он берет деньги и уходит. Краны вновь не работают. Тогда вы решаете купить водку, вызвать сантехника, вручить ему водку и выпить ее вместе с ним. Краны по-прежнему не работают, но вам уже все равно алкоголическая программа Алкалайф. Мы хотим, чтобы вы жили весело. Академия 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 Академия